Лучшего ветеринарного врача области сегодня определяли в Большоглушицком районе. Для представителей этой профессии такой конкурс проводился впервые. Полторы сотни главных врачей и специалистов из всех городов и районов губернии соревновались в знании теории и практике. Где работает лучший доктор Айболит области и на каком уровне находится вся вецслужба региона. В материале Сергей Павлова. В государственной вецслужбе области сейчас трудятся 1450 человек. На каждого приходится по 800 голов крупного и мелкого рогатого скота. На конкурс приехали лучшие специалисты в своих городах и районах. Задания не хрестоматийные, а приближены к реальным условиям работы. Сдача теории как на ЕГЭ. Строгое время на ответ, никаких подсказок. Тут же практика. Правильно составить раствор, взять у животного кровь на анализ, провести диагностику заболеваний. У всех на устах золотое правило. Легче болезнь предотвратить, чем ее лечить. Я вот слышала одну поговорку. Кто хочет не зря жить прожить, пусть работает ветеринаром. Действительно ветеринары лечить в человечество. Ветеринары обращаются, во-первых, работать с людьми, во-вторых, работать с животными. Это все нужно работать, понимаете, это все нужно, подход к животным, подход к человеку. Ветеринары признаются, благополучие в животноводстве зависит не только от их умений и знаний, но и от культуры самих владельцев. Уровень такой просвещенности в последнее время значительно вырос, благодаря помощи профессиональных докторов. Одно их заключение и даже совет может спасти жизни сотням буренок, а хозяйству сберечь состояние. Все сейчас в основном хозяйство заинтересованы, чтобы не занести себе болезни, такие как бруцеллез, надулярный дерматит. Конечно, все прислушиваются и выжидают сроки по завозу животных. За последний год ветеринары столкнулись с целой серией угроз. Пришлось бороться со вспышками инфекции чумы свиней, птичьего гриппа, надулярного дерматита, доселе незнакомых для региона. К счастью, справились оперативно. Чтобы исключить заболевание такого массового характера, лучше провести профилактику. А как нигде научиться, как на конкурсах. Еще одно испытание конкурса – ветсанэкспертиза. Именно ветеринар контролирует качество мясных продуктов перед попаданием их на прилавок. Внимание обращается на все, то есть полностью на происхождение, на транспортировку, на хранение, на производство. То есть во всех этих аспектах нужно учитывать все эти тонкости. Ветслужба активно развивается. Меняются методы, формы. Со следующего года, например, врачи перейдут на электронную выдачу сопроводительных документов. Знания системы тоже проверяли на конкурсе. Говорили и о дефиците кадров. Сейчас проблемы решают. Активно начали вести работу и с нашей академией, с ХИИ. И мы сегодня подписываем договор на четырех специалистов в нашу областную лабораторию, которых мы, значит, берем к себе уже как бы на работу. Мы сегодня тесно работаем с Сергийским техникум, тесно работаем с Усольским. И думаем, что с их стороны мы тоже, так сказать, найдем взаимопонимание и выделение на каких-либо специалистов. По итогам конкурса лучшим в ветврачом области стала Светлана Семенова из Ставропольского района. В командных соревнованиях призовые места заняли ветеринары Ставропольского, Похвестинского районов и Тольятти. Кроме дипломов и кубков, их ждет поездка в Санкт-Петербург на Балтийский форум лучших ветврачей России. Сергей Павлов, Игорь Соколов. Новости губерний. Большеглушицкий район.